Светлана Васильевна Жарникова Светлана Васильевна Жарникова Поговорим с тобой вместе о том, кто такая Светлана Васильевна в жизни славянского мира В чем ее уникальность С кем, может быть, она пересекалась из научных кругов или известных людей По своим мировоззрениям и трудам И что такое труды ее для всех славян Да, благодарю, Алексей Конечно, начать хочется с того, что К моему великому сожалению Я лично не успел познакомиться с этим человеком С Жарниковой Светланой Васильевной Хотя очень хотел Но жизнь меня с ней не пересекла Вот по нашим дорожкам Мы не пересеклись Ты, конечно, искренне досадно, что уже и не получится пообщаться, высказать свое почтение лично Потому что Светлана Васильевна была И остается, безусловно, просто в другом своем качестве Представителем вот той волны славянства Которая действовала, наверное, в самых тяжелых условиях По сравнению с тем, как действуем мы сейчас Потому что одно дело сейчас действовать Когда уже есть материалы на эту тему Многочисленные исследования Пусть иной раз, которые противоречат друг другу Но все равно, в которых есть хоть какая-то информация От которой можно оттолкнуться Уже достаточно много есть наработок И противоречия эти можно убрать И в итоге мы получаем превосходную базу знаний От которой отталкиваемся сегодня и двигаемся дальше На пути становления славянского мира Как одного из идейно-духовных оплотов Возрождения, духовного возрождения России Другое дело, конечно Это действия в тех условиях В которых действовали представители вот той Наверное, одной из самых первых Если не самой первой волны Когда люди действовали еще в тех условиях Когда им приходилось буквально по крупицам Собирать информацию отовсюду Из этнографических, из культурологических Из исторических источников, из фольклора Из письменного и устного наследия И русского народа, и других народов Выводить взаимосвязи Лингвистические взаимосвязи между языками в частности Когда еще они не владели той информацией Которая вышла от хранителей Через операторов, через жрецов внешнего круга Всего этого не было И вот в тех условиях действовали те люди Которым относилась и относится Жарникова Светлана Васильевна И им приходилось труднее всего Но именно благодаря наработкам этих людей И Светланы Васильевны в частности Дело сдвинулось с мертвой точки Им удалось запустить ту волну, тот импульс И в принципе это имя Светланы Васильевны Я помню еще когда был подростком И конечно Те люди, которые сейчас подхватили эти знамена Они подхватили, они их не нарисовали Не сшили на пустом месте Нет, они подхватили знамена предыдущей волны И понесли дальше И Жарникова Светлана Васильевна Безусловно находилась во многом у истоков этого процесса Кроме того, хотелось бы отметить Что ей еще было сложно действовать в чем Дело в том, что она относится к научным кругам А научные круги, наверное, являются рекордсменами По своей инертности и догматичности Что-то изменить в сознании представителей научного мира Гораздо сложнее, чем у представителей каких-то других категорий Даже верующие конфессиональные люди Куда более гибкие, чем закостенелые люди науки Не хочу никого обидеть, но такова у них репутация И, конечно, закостенелым деятелям науки Еще тогда, в те годы 2000-е, 90-е годы Людям, которые во многом, имея научные степени Отрицают сам факт наличия души и духа Зацикливаясь на материи Тем более отрицая не то, что там древнюю прародину Или ведическое наследие Которые даже иной раз отрицают связь славянства С индийской ведической культурой С индийскими ведами Им пытаться донести знания о древней прародине О дааре, о ведическом наследии О взаимосвязи между русским языком и другими языками О том, что русскому языку принадлежит роль Вовсе не какого-то жалкого обрубка на периферии А одного из центральных языков индоевропейской группы От которого, собственно, другие языки и откалывались И потом преобразовывались Но русский язык остается для них первоистоком Понятное дело, что не в современной своей форме А и больше вот туда Вот древнерусский, старославянский Тот язык, который сегодня праславянским Принято именовать в науке И, конечно, в условиях, когда человек действует, изучает При этом стремится донести эти знания В том числе и деятелям науки А знания эти основаны на духовных позициях Это, конечно, искренне восхищает Потому что одно дело нести знания тем, кто заинтересован в духовном продвижении И когда уже есть колоссальная информационная база И совсем другое дело Стремится привнести духовный элемент туда, где его напрочь отрицают Где сила инерционного сопротивления просто рекордная И в этом плане Светлане Васильевне, конечно, вечная память, вечная слава Потому что она шла очень непростым путем По имеющейся у меня информации Опять же, я не был знаком с ней лично И поэтому могу судить только по общей информации Которая у меня есть, которая есть в свободном доступе Но ей было очень непросто И естественно, что понимают таких людей В тех кругах, в которых они стремятся что-то сделать Понимают их обычно мало А крутят пальцем у виска много И ставят палки в колеса, высмеивают Те люди, ради которых они, собственно, и стараются Светлану Васильевну можно отнести к категории подвижников Тех подвижников, которые действуют несмотря ни на что Заранее зная, что они будут встречать серьезное и сопротивление И непонимание со стороны тех, кто не хочет, чтобы что-то менялось Не понимая, что изменения, особенно в рамках божественного плана Что эти изменения неизбежны И Светлана Васильевна в своих кругах выступала проводником этих Естественных, но очень непростых изменений Которые многих страшат И поэтому тех, кого они страшат И мотивируют как-то оказывать сопротивление Ставить палки в колеса У Светланы Васильевны много достойных трудов В которых раскрывается информация Которая потом была продублирована И подтверждена хранителями Причем Светлана Васильевна дошла до этого По имеющейся у меня информации Больше путем своих личных изысканий И духовных, и исследовательских Она ведь как раз проводила колоссальную исследовательскую работу Ее использовали в качестве консультанта В некоторых довольно известных фильмах Такого научно-популярного характера Где раскрывается как раз информация О Гудаарии, о месте русского языка О символьных каких-то моментах В русском орнаменте И вообще по символике и символизму И от ее наработок смогли оттолкнуться те Кто потом продвинулись дальше Потому честь и хвала Светлане Васильевне И ее наработкам Потому что жизнь у нее была непростая Но безусловно достойная Хочется отметить, что светлая ей память Вечная слава ей Ее память о ней и о ее вкладе Безусловно будет храниться в славянском мире И ее имя запомнят Я в этом уверен Вот когда ты начал говорить о том, что Среди ученых жизнь бывает намного сложнее Нежели чем простых у людей То в этом случае мне вспоминается Несколько общений с известными учеными Которые не принимали доводы Султана Васильевны Говоря о том, ну как могло быть такое, что на севере Где-то на северном полюсе зародился славяно-арийский род Славяно-арийские рода Как там могло такое быть, если это север Что там солнышко практически не появляется А если появляется, то светит, но не греет Там океан, там никогда не было суши Ну и так далее, так далее То есть такие доводы достаточно убедительны С точки зрения науки И когда начинаешь говорить о том, что Земная кора постоянно движется Что-то уходит под воду Что-то поднимается И не всегда было Маятниковое колебание Земли Земля не всегда была неваляшкой Которая туда-туда-туда наклонялась И в этом случае солнышко на самом деле Больше согревало северный континент Да и течения были другие Тот же самый Гольфстрим был другой Если вообще он по-другому как-то, может быть, назывался И другие были течения омывавшие Которые могли омывать тот северный континент Называвшийся Арктидой, Даарией и так далее Но многие ученые не воспринимают это Говорят, ну это ерунда Никто не доказал этого Мало того, что там какие-то есть впадины Которые как раз на том месте находятся И так далее То есть подход такой чисто научный Вот нам сказали, что так И по-другому быть не может И несмотря на это Светлана Васильевна продолжала изучать И приходила к выводу, что Все, что написано в каких-то старинных писаниях В том числе и упомянутых индуистских ведах Оно именно указывало сюда, на север И название рек, название местности Все сюда указывало Да и сами ученые индусы неоднократно говорили Что нет, ребят, все пришло оттуда с севера Вот что можно сказать здесь Может быть как-то не возражая ученым Потому что каждый ученый уважаемый нами человек И видимо у него есть какие-то свои права На то, что он имеет как-то размышлять Да, не просто так он это и не с потолка взял Что можно сказать, опять же, не ходя с ними в спор Вот из того, что могло как-то быть иначе Что Светлана Васильевна рассказывает не о современности А о той древности, которая многим ученым еще и неизвестна Да, благодарю за вопрос, Алексей Что можно сказать ученым По данному вопросу Они все очень разные, эти ученые Поэтому разным людям, конечно, нужно подбирать разные слова Если подытожить и сказать в целом Для них, то Очень хочется надеяться, что Ученые в ближайшем будущем Станут с собой чуточку честнее Потому что они понимают Ученые понимают прекрасно Понимают, что они взращены в определенной атмосфере В определенном информационном пространстве В пространстве идей и образов И они лавируют в основном в пределах этого коридора Но этот коридор не дает описания всего Он очень многое дает полезного И даже лавирование в рамках этого коридора Очень может приблизить человека к истине Намного Но этот коридор не абсолютен И более того, он носит временный характер Эти стены, которые ограничивают И которые являются краями этого коридора Они трещат и они потихонечку расширяются Расширяются и поэтому ученым хочется пожелать Чтобы они были с собой чуточку более честными Потому что опыт общения с разными учеными показывает Что, я уверен, Алексей, что и у тебя был такой опыт И у многих наших слушателей был такой опыт Когда люди с научными степенями Не то, что они идейно убеждены в том Что они на таких позициях стоят И все, они искренне в это верят Но некоторые из них поддерживают вот те позиции Цитатно-догматичные, научные Только по той причине, что им просто не хочется Смотреть на альтернативу Потому что они устали И они понимают, что если они признаются самим себе в том Что хоть чуть-чуть было иначе То придется очень много всего пересматривать А это действительно непросто Это болезненно И это выходит за зону комфорта Но это было бы честно перед собой И поэтому некоторые из них просто упорствуют в том Во что уже сами не верят И очень опасное проявление То, что некоторые представители науки Упорствуют из-за самообмана Вот мне хочется пожелать Всем представителям научного мира Опять же, честь и хвала всем им Может быть, некоторые из них слушают сейчас наш эфир В таком случае честь и хвала всем вам Но очень хочется надеяться Что научный мир будет представлять собой Пример честности с собой Искренности с собой Потому что те материалы, которые приводят в частности И те аргументы, которые приводят в частности Светлана Васильевна Равно как и плеяда других деятелей Связанных с наукой Но которые рискнули, дерзнули Признались сами себе в том, что есть что-то еще Помимо того, что представлено в современной науке И открыли для себя не то, что новые просторы А новую вселенную И смогли найти и свое место в этом мире И лучше понять и себя, и мироздание Вот искренне хочется пожелать Всем представителям научного мира Честным, быть честными с собой Пусть же научный мир будет показывать Пример честности с собой К сожалению, по опыту своего личного общения С представителями научного мира Опять же, хочу подчеркнуть, что Они все разные, безусловно И в данном случае Мой личный опыт общения с ними Не отображает всей многогранности Научного мира Этих процессов, которые там происходят Но по итогам моего личного опыта Могу сказать, что много-много людей Занимаются активным самообманом И вот как раз-таки Светлана Васильевна Наряду с другими деятелями Искренне стремилась показать Не просто донести информацию О древней прародине О некоторых лингвистических языковых моментах Главная суть ее устремлений в том Что нужно стать чуточку честнее с собой А если так взять, то это едва ли не сама суть Не сама квинтэссенция ведической мудрости Она зиждется на честности с собой И поэтому Я не буду призывать Естественно, научное сообщество Как-то обратить свой взор на наработки Светланы Васильевны Вовсе нет Главное пожелание Быть искренними с самими собой И если человек будет Если представитель научного мира Будет искренен сам с собой То это автоматически выведет его На наработки Светланы Васильевны И он пересмотрит свое отношение к ним Ежели таковое было в негативную сторону Мне кажется, здесь ученых тоже Как ты правильно сказал Нельзя всех под одну гребенку грести Нельзя одной метлой мести Все здесь намного сложнее Есть те, которые просто защитили Когда-то диссертации Потому что были уверены Что это правда И их уже само, может быть, любие Самодостаточность Не позволяют Как-то по-другому говорить Потому что Ну а что тогда они защищали? Это первое Есть и ученые Которые Не задумывались просто О том, что может быть Как-то по-другому Это другой вариант ученых Группа ученых А третий Те, которые еще только что-то Пытаются познать И они подходят к диссертациям Вот они на этом пути Что они полностью поглощены Работой на диссертации И своими трудами Или подготовкой к диссертации Поэтому это третий вариант И вот тут, наверное, стоит Обратить внимание на следующее Такие люди, как Светлана Васильевна Жарникова Позволяют Выйти из той Разрушительной парадигмы Которая была навязана Когда-то всему Современному миру Для этого достаточно Просто-напросто Оглянуться вокруг И осознать, что происходит Понять А стала ли Земля наша Лучше за последнюю тысячу лет А стали ли люди Лучше за последнюю тысячу лет А стало ли Развитие технологий Более полезно Для всей цивилизации И для всего человечества И если на все эти три Вопроса Будут отрицательные ответы Тогда любой здравомыслящий человек А я уж не говорю про ученых Наверное, задастся вопросом А что не так? Почему у нас и технологии Увеличиваются каждый день Все более-более мощные Становятся Более точные А людям от этого Живется хуже Почему у нас открытие Происходит каждый день А при этом Земля уничтожается И вот когда вы все это Осознаете И обращаясь к тем ученым Которые нас слушают То, наверное, тогда задумайтесь А как быть? И вот, может быть, в этот момент Вас осенит Что если вдруг Предположить Что Светлана Васильевна Была права Вместе с другими учеными И цивилизация славянская Славянский мир Существовал Не одну тысячу лет Как это нам пытаются сказать А многие тысячи А может быть и сотни тысяч лет То в этом случае Тогда получается Вопрос А как тогда жили Наши предки? Если, конечно, вы Относите славян К вашим предкам Как они тогда жили? Как они могли удерживать Огромные территории? Почему не было воин? Каким образом Все так получалось Здорово и гладко? И вот тогда, может быть Вы придете к ответу Что То, о чем Говорила Светлана Васильевна Это хотя бы Подлежит изучению И проработке Вот это, наверное И есть Та честность О которой ты говорил Да, совершенно верно Кроме того Хотелось бы Дополнить Вот еще чем Что уровень доверия Людей к науке Довольно низкий Действительно Низкий Это, я думаю Могут подтвердить Наши слушатели И ты, я думаю Тоже можешь подтвердить Потому что В народе Есть чувственное Понимание Да и осмысленное Частенько тоже Понимание Того, что Действительно Наука Движется немножко Не в том векторе В котором У них имеется Порыв Люди чувствуют Своё сердце Они слушают Своё сердце И чувствуют Что вот их тянет В другое направление И вот они Смотрят на науку И на речи Представителей Научного мира А вот доверие Очень низкое И мне хотелось бы В дополнение К твоим словам Просто призвать Научное сообщество Задуматься А почему же Почему же У науки Столь низкий Уровень доверия Среди Людей Народ ведь У нас Мудрый И Конечно В научном мире Принято это Обозначать Как Объяснять Недалёкостью Самого народа О том, что народ Дескать Не ведает Того Что ведают Они И поэтому Люди Разница Именно поэтому Возникает разница В понимании И Люди с низов Как бы сказать Не понимают Представителей Научного мира И всей Той полноты Знаний Которая хранится В науке Но если посмотреть Немножко с другой стороны То Может быть Народ Просто Хранит В себе Что-то Что закрылось У деятелей Науки И может быть Это недоверие Объясняется Не Недалёкостью Самих людей А может быть Как раз таки Мудростью Нашего народа О которой Кстати Слагали легенды Что в древности Что в современности Если посмотреть Как относятся К русским людям За рубежа Какая у нас Репутация То наряду С негативными Моментами Будет ещё И смекалка Оригинальность Мышления Творческое мышление И мудрость В том числе Поэтому У нашего народа За пределами России Репутация Русского народа Как одного Из довольно Мудрых народов Но мудрость Это зиждется На веселье На широкой душе И на оригинальности Весь мир Относится К русскому народу С почтением К его мудрости В то время Как наука И соответственно Многие представители Научного мира Частенько Недооценивают Мудрость Русского народа Может быть Это недоверие Зиждется Не на недалекости Русского народа А как раз таки На его мудрости Которая Может быть Из-за Каких-то Процессов Перестала быть Доступной Для научного мира Да Интересный Поворот Событиев Вполне возможно Что когда человек Умудряет себя Чем-то Какой-то наукой Он Перестает Замечать Те обыденности В которых Живет Простой народ И поэтому Ему кажется Что он Что-то познал А народ Что-то не познал Но да бог с ними Я просто хочу Сказать вот что Современному Человеку Как простому Обывателю Так и из Научных кругов Просто некуда Будет деваться В дальнейшем Как только Осознать Что вот так Как сейчас Мы живем Жить дальше Невозможно И вполне возможно Наши с тобой Слова Подстегнут Кого-то Из научного мира Через это Сознание Сделать Новое Открытие И Прийти Наконец-то К тому естеству Которое Всегда было Свойственно Русской науке Другого пути Просто нет Иначе это будет Самоуничтожение Теперь Когда мы поговорили О науке Наверное Можно коснуться Тех недоброжелателей Которые К научным кругам Никогда не относились Но которые Так или иначе Воздействовали На науку Через Создание Какого-то Имиджа У людей Имидж Создается Средствами Массовой информации Понятно Что Средства Массовой информации Можно оплатить И они Сделают Любой имидж Любой Теории Любому Человеку Любому Ученому И поэтому Очень Всегда было Просто Манипулировать Большими Массами Людей Оплачивая Достаточно Небольшие Деньги Средства Массовой информации И если В первом Случае Обращение К науке Оно может Как-то Возыметь Силу И научные Наши Мужи Задумаются О чем-то И изменят Свою Парадигму Отношения К этой жизни То К тем Кто Наши Недруги Наверное Слова Они Особо Весомыми Не будут Все равно Они будут Стремиться Воздействовать На уму Лидей В свою Пользу Чтобы Управлять Людьми Я Неоднократно Слышал Что Светлану Васильевну Просто Элементарно Травили Во всех Смыслях Этого Слова Не давали Ей Развиваться Причем Не то Чтобы Это были Какие-то Ученые Это были Статейки Под Какими-то Псевдонимами Очень часто В чатах В ютубе Где появлялись Или Статьи Светланы Васильевны Или Видео Появлялись Сразу Как Вот Некто Кто летит Скажем так На сладости Или на противоположность Сладостей Сразу Как только появлялась Статья или видео Они появлялись И начинали Всякую Ерунду Писать И видно Что писал Не один человек А писало Несколько То есть Они как-то Группками Летали Вот Как быть Людем Простым Которые Увидят Такие Надписи Как им уйти Из Ложного Представления О таких Известных Людях Как Светлана Васильевна Когда они Вдруг Посмотрят Видео Потом Прочтут Да это Все Ерунда Да это Все Фигня Да она Там Ничего Не Поветит И так Далее Как найти Зерно Рациональности И не Сбиться С пути Истинного Просматривая Прочитывая Труды Светланы Васильевны Да Благодарю За вопрос Знаешь Алексей Я здесь Могу Посоветовать Только Применять Алгоритм Работы С информацией Частично Он Представлен В свободном Доступе В видеоматериалах С моим Участием Частично Разбирается На семинарских Занятиях Но смысл Довольно Простой Нужно Учиться Работать С информацией И Когда Начинается Травля Надо Понимать Что Эта Травля Рассчитана На Людей Которые Не Умеют Работать С информацией Если Человек Овладел Там Они Довольно Простенькие Эти приемы Работы С информацией Ничего Сложного В этом Нет Мы Кстати Разбирали Помнишь В эфире Как научиться Учиться Или что делать Когда Нет у Учителя Вот Как раз Когда Человек Овладевает Приемами Информационного Взаимодействия Он Уже На него Вот эти Старые Технологии Достаточно Топорные Как К примеру Как ты Озвучил Когда Светлану Васильевну Пытались Очернить Таким Образом Им удалось Действительно Очернить Светлану Васильевну В глазах Многих Людей Но Все Эти Люди Были Объединены Тем Что Они Не Умеют Работать С Информацией И От Подобного Очернения А его В славянском Мире Наблюдается Довольно Много Можно Выйти Можно Отойти От него Просто Став На ступеньку Выше Надо Понимать Что Славянство Не Просто Так Вот Именно Сейчас У него Открывается Своё Второе Дыхание То есть Как раз Славянский Мир За последние Четверть Века Он Достаточно Серьезно Набрал Обороты И наберет Еще Больше Обороты А почему Веды Информация По-русски Это Веды Век 21 В котором Мы Живем Это Век Век Информации Век Информационных Технологий Потому Ведическая Мудрость Раскрывается Век Информационных Технологий Это Не Просто Так Это Не Совпадение Я Акцентировал На этом Внимание Нужно Совмещать Ведическую Мудрость С Век Информационных Технологий Нужно Сделать Так Чтобы Веды Помогали Людям Ориентироваться В Условиях Информационного Такого Усиления Информационного Взаимодействия Поэтому Просто Нужно Понимать Что Используются Информационные Приемы Для этого Их нужно Изучить В таком случае Человек Уже Может Сказать Ага Вот Здесь Используется Простой Прием Очернения Заметно Действительно Как ты Сейчас Отметил Я сам Сталкивался С такими Статейками Они Писались Не только Про Светлану Васильевну Но и Про Других Уважаемых Людей Но Сразу Заметно Что это Действительно Коллектив Авторов Работает Но Данное Очернение Рассчитано На Довольно Такие На круг Людей Которые Слабенько Ориентируются В Умении Работать С информацией И поэтому Их Изменение Ухудшение Мнения Их О Светлане Васильевне Я уверен Но Носит Временный Характер То есть Когда люди Овладеют Механизмом Работы С информацией Информационными Приемами И технологиями Они Безусловно Будут Пересматривать Своё Эмоциональное Отношение Ну Своё Отношение Которое Было Сформировано На основе Эмоций Под воздействием Данных Статей Они Пересмотрят И Может быть Они Всё-таки Обратят Свой взор И на Наработки Светланы Васильевны В которых Найдут Много Полезного И ещё Потом Устудятся Своего Своего Такого Вот Отношения Поэтому Конечно Что Сейчас Можно Сказать Тем Кто Вот у меня Нет информации Если сейчас Конкретно Статьи По Выходили ли Новые статьи Очерняющие Светлану Васильевну После Уже Её Ухода Из Явной Жизни Из Явного Мира Но Ежели Таковые Материалы Будут Появляться То Хотелось Бы Предостеречь Таких Людей Что Не просто Так В Русской Культуре Хранится Такое Послание Такой Посыл Что Об ушедших Либо не говорят Вовсе Либо говорят Только Хорошее Дело в том Что Попытка Очернить Память Человека Который Уже Ушел Из Явного Мира Очень Опасная Штука С точки Зрения Энергоинформационной Безопасности Просто Искренне Советую Этого Не делать Не потому Что Не только Потому Что Это Безнравственно И Нечеловечно Но это Еще И Чревато Для тех Кто Это Будет Делать И Просто Нужно Овладевать Условиями Механизмами Работы С Информацией И Пусть Же Ведическое Наследие Не Уводит Людей От Века Информационных Технологий А пусть Оно Как раз Таки И раскрывалось И славянский Мир Он сам Представляет С собой Приведу Такой Пример Который Может быть Многим Не понравится Но такого Ковчега В условиях Информационного Потопа Потому что Веды Как раз Таки При правильном Использовании Учат Человека Как не Потануть В этих Информационных Технологиях И их Применении Что касается Светланы Васильевны И материалов Которые Ее Чернили И чернили Не только Ее Но и Других Деятелей От Науки Которые Продвигали Идеи И северной Прародины И роли Русского То Могу Сказать По итогам Своей Оценки Что Эти Материалы Носят Довольно Топорный Характер Потому Я Не думаю Что Они Серьезно Могли Бы Повлиять На то Чтобы У людей Которые Хоть Чуть Ориентируются В Ведическом Наследии Да и Просто В Жизни Чтобы У них Сильно Ухудшилось Мнение У Светланы Васильевны Хотя Попытки Очернить Ее Безусловно Понимают Что Такое Славянство Что Такое Ведическая Основа Невзирая На Религиозные Какие-то Свои Воззрения Что Можно Пожелать С чего Начать Изучать Какие-то Может быть У тебя Есть Советы Ну Такие Дежурные Советы Вот Посмотри Вот это Прочитай Вот это Послушай Вот того Да Благодарю Вот Как раз Вот Сделать Ставку На Изучение Какого-то Конкретного Материала Я Не могу По той причине Что это все Очень ситуативно Нужно Видеть Человека Знать Его Предрасположенности Пристрастие Его интересы Уровень Осознанности И тогда Можно Понять С какой Стороны Заходить Можно Заходить С разных Сторон Можно Зайти С того Чтобы Человек Взрастил В себе Веру Которая Дала Ему Опору И Надежду Можно Зайти Со стороны Каких-то Прикладных Систем Знаний Например Нумерологии Которую Используя Которую Человек Откроет Для себя Символьный Ряд И символизм Событий Можно Зайти Со стороны Буквицы Можно Зайти С разных Сторон Абсолютно Разных Можно С красивой Оберткой В виде Культурно Традиционного Какого-то Взаимодействия Но я бы Все-таки Чтобы не Оставлять Твой вопрос Совсем Без ответа Я посоветую Начать с того Направления Которое Скучное И мало Интересное А потому Мало Привлекательное С техники Безопасности Я искренне Советую Начинать Знакомство Со славянским Миром С техники Безопасности И вот Что интересно Я акцентирую Ваше внимание Друзья Я об этом Говорил Уже Неоднократно Еще уверен Неоднократно Повторюсь Что техника Безопасности При работе С ведическими Знаниями До сих пор Полноценно Не разработана И Следствием Этого Мы наблюдаем Как раз Таки Кое-какие Перекосы И кривизну В их восприятии Современными Людьми Которые Приобщаются К ведическому Наследию Со своей стороны Я стараюсь Вносить Свой вклад В Это направление И поэтому В частности Направление Энергоинформационной Безопасности Это и есть По факту Техника Безопасности При знакомстве С ведическим Наследием Я бы советовал Начинать Знакомство Вообще С любым Направлением С техники Безопасности Ведическое Наследие Тем более Потому что Ведическое Наследие Раскрывает В человеке Определенные Каналы Восприятия У него Начинает Меняться Жизнь Ему Начинают Сниться Цветные Сны Какие-то Яркие Ощущения Он Открывает Для себя Работу В потоковом Состоянии Открывает Возможность Работы На символном Уровне Нужно Быть Психически К этому Готовым Чтобы И в гордыню Не впасть И не уйти В шизотерику И Ну то есть Многие риски Существуют Не объявить себя Всезнающим Гуру Волхвом Ну и многие Другие Перекосы Которые Мы можем Не скатиться В фанатизм В агрессию В противопоставлению Себя В контру Против Христианской Духовной Культуры Или против Еще чего-то То есть Все вот эти Перекосы Они являются Следствием Непроработанности Техники безопасности Потому я Советую Обратить Свой взор В целом На безопасность При работе С эзотерическими Знаниями Независимо от того В каком они направлении И после этого Уже переходить К знакомству С ведическим Наследием Именно поэтому Именно этим И был обусловлен Тот переход Который Может быть Некоторым Слушателям Радио Мог показаться Странным Когда В частности Я как преподаватель С профиля Буквицы Переключился Больше Одно время На энергоинформационную Безопасность И люди просто Не поняли А почему Как это Была буквица А тут бабах Энергоинформационная Безопасность Чем обусловлен Этот переход А он обусловлен Именно этим Друзья То что Все таки Как раз Это параллельные Дорожки Которые идут Буквица Энергоинформационная Безопасность Но Нужно Разрабатывать Технику Безопасности И во всяком случае Я надеюсь Что совместными усилиями У нас это получится Сделать Во всяком случае В своей книге Которую я собираюсь Издавать в ближайшее время Я надеюсь Внести свой вклад В этот процесс Со своей стороны Я как раз Могу тоже Порекомендовать Кое-что К чему К каким трудам Обратиться Вот Светлана Васильевна Жарникова Особенно последние труды Где она уже Дорабатывала Те моменты Которые еще Может быть Где-то были недоработаны В первых Вот Обратить внимание На них Что Более просто Может быть Это посмотреть Видео С ее участием Потому что Наши люди Привыкли смотреть Воспринимать На слух А если Это Ляжет на сердце Видео Если дадут Резонанс В этом случае Можно ознакомиться С трудами Которые в интернете Существуют Уже в письменном виде И еще Для общего развития Те, которые Уж совсем С нуля Начинают Помимо Светланы Васильевны Есть такой фильм Документально-исследовательский Сериал Вот Начиная Где-то С пятой серии Не могу Говорить Его название Но там Есть Сочетание Такой игры И есть Сочетание В этом Названии Боги Вот С пятой серии Можно Посмотреть С чего Начать Понятно А вот Давай теперь Подумаем Насколько Может Измениться Наш мир Не только Россия Не только Наши Братские Славянские То, что Сейчас Называется Государствами А вообще Весь мир Если вдруг Славяне Осознают Своё Прошлое Если они Поймут Что От них Очень многое Зависит Если они Почувствуют Себя Хозяевами В хорошем Смысле Этого Слова На земле Если Возродится Та древняя Культура О которой Мы говорим Если люди Начнут Ведать Как Изменится Этот мир И как Быстро Он изменится Давай Немножечко Включим Научную Фантастику С тобой Да Благодарю Я понял И я думал Над этим Вопросом Довольно Долго Действительно Я более того Скажу Что Это не совсем Научная Фантастика Я более чем Уверен Что так и Будет Вопрос Во времени И Может быть Недоброжелатели Так их назовем Смогут Немножко Оттянуть Этот процесс Но Неизбежно Что оно Так и Будет Дело В том Что По мере Знакомства С ведическим Наследием По мере Изучения Его Люди Автоматически Сталкиваются С внутренней Потребностью Реализации Этих знаний В жизни То есть Они Накапливаются И Человека Начинает Все внутри Гореть Начинает Я уверен Что многие Наши слушатели Узнают Сейчас Себя В этих словах У них руки Начинают Чесаться Что-то делать И Это Как раз Таки Показатель Того Что Ведическое Наследие Дало Во-первых Вдохновение А во-вторых Энергию И плюс Оно дало Еще Такое Побочный Эффект Такое Качество Как дерзость Пробудило Снова Дерзость Желание Как-то А ну Дерзнуть Может быть Получится Качественно Изменить Свою жизнь Люди Начинают Реализовывать Эти знания На практике Жизни Меняя Отношения Меняя Свою речь Меняя Свои мысли Меняя Свои действия В конце концов Может быть У кого-то Сменится Семейное положение У кого-то Может поменяться Место работы Сфера реализации Кто-то Может быть Найдет Себя В каком-то Творчестве И это Творчество Сделает Его Более Вдохновленным Окрыленным И счастливым Кто-то Может быть С помощью Ведического Наследия Здоровье Своё И так Далее Неизбежность Использования Ведических Знаний Если нет Если человек Не дерзнет Не рискнет Применить эти знания По жизни То в таком случае Они будут просто Его тяготить Лишним грузом Висеть Пока он не перегорит И не скажет Сам себе Да ну его Зачем оно мне надо То есть Ведическое знание Словно подталкивает Человека К реализации И это так и есть Что происходит дальше Человек начинает Реализовывать себя По жизни И естественно Идет методом Пробы и ошибок И потихонечку В процессе Реализации Себя По жизни Он нарабатывает Опыт И уже дальше В общинах Люди Делятся Этим опытом То есть Община Уже у нас Качественно Меняет свою Структуру Сам принцип Если раньше В начале 2000-х И в 90-х Годах Под общиной Подразумевалась Группа людей Которые Исповедуют Одни и те же Ценности То здесь У общин Неизбежно Качественно Изменится Уровень И задачи Уже задача Общины Будет Сонастройка Людей Посредством Обмена Опытом Люди будут Обмениваться И уже Точнее это происходит Люди уже Обмениваются Опытом В реализации Ведических знаний По жизни Кто-то Успехами А кто-то Неудачами Но неудачный Опыт Это тоже Опыт И он Позволит Избежать Неудач Другим В итоге Неизбежным Последствием Правильного Реализации Ведического Наследия По жизни Является Увеличение Дееспособности Человека По жизни За счет Мудрости И за счет Силы Увеличение Дееспособности Естественно Приводит К увеличению Результативности То есть Влияние Человека На Социум Повышается Это тоже Неизбежный Процесс Дальше По мере Прохождения Определенных Испытаний Определенных Уроков Взращивается И продолжит Своё взращивание Та общность Которую Сегодня мы Называем Славянским Миром И в этом Обществе Формируется Альтернатива Сегодняшнему Социуму В каком плане Альтернатива Без противопоставления Без агрессии Но мы Стараемся Сформировать Взаимоотношения Между нами Немножко По иному Принципу Чем в социуме В социуме Мы взаимодействуем По правилам Социума А между собой Взаимодействуем По тем Правилам Которые Учитывают А все Больше Больше Родов Будет приходить Качественно По правилам Но неизбежным учитывать наработки славянского мира. Потихонечку, по чуть-чуть, на основе буквицы будет приведено в соответствие терминология. Я сейчас немножечко сделаю такое отступление, если позволишь, Алексей, но это важно. Дело в том, что сегодня в разных научных направлениях, дисциплинах разная терминология. У физиков своя, у химиков своя, у историков своя и так далее. И вот, что мне понравилось, среди некоторых физиков, в частности, могу назвать Виталика Господарского, можете посмотреть его видео, особенно, вот виток первый, он вывел закон Ома, написав его буквицей, основываясь на образах и числовых значениях буквиц. Короче говоря, он физическую формулу сумел прописать буквицей. И это прецедент, и я думаю, что со временем на основе буквиц вот этой вот 7 на 7 получится привести в соотношение, причесать, упорядочить все имеющиеся формулы разных научных дисциплин и направлений. Как бы фантастически это ни звучало, но мы же, Алексей, включаем научную фантастику, правда же? Вот, поэтому вполне можем себе такое сделать. Но прецедент создан, и хочу сказать, что дальнейшее продвижение в этом направлении, я уверен, неизбежно. Я и сам бы продвинулся в этом направлении, да в свое время просто отказался идти по научному направлению, потому что когда увидел силу инерционного сопротивления там, я просто понял, что я отказался от перспектив писать кандидатскую, хотя мне предлагали, но поэтому я не пошел по этому направлению. Но если человек владеет каким-то научным направлением, если он заканчивал физику, математический какой-то факультет или что-то еще, и при этом, если он изучит буквицу, то он сможет по-другому понять свое научное направление, в котором он двигается, через буквицу. Она позволит ему открыть новые грани. Как сделал Виталий Господарский, лучше поняв физику с помощью буквицы 7 на 7, насколько это парадоксально бы не звучало, но это так. И дальше на основе буквицы как раз таким будет формироваться альтернативный взгляд на научные знания. И потом, естественно, что не только на основе буквицы, это, может быть, я загнул, но у буквицы своя роль в этом. Потихонечку, по чуть-чуть наработки славянского мира будут уже проникать и в науку. И потихонечку дальше уже некоторые принципы ведического наследия, которые хранятся и используются в славянском мире, которые будут усиливаться и расширяться, эти принципы будут уже рисоваться на знаменах различных политических организаций, которые сами будут прибегать и спрашивать совета у представителей славянского мира. Вот примерно как оно будет. И потихонечку, по чуть-чуть уже идеи, которые хранятся в славянском мире, все больше представители политических кругов будут, если хотите, мимикрировать и использовать их для усиления, вернее, для сохранения своих позиций, потому что славянские позиции в социуме будут увеличиваться. Это все будет реализовано, если мы все сделаем правильно, мягко, бесконфликтно, без эмоций, без истерик, без противопоставления и не поддаваясь на провокации, которые, естественно, будут пытаться нас провоцировать и на то, чтобы мы с системой боролись, бодались с социумом, и выискивали друг в друге рептилоидов, агентов системы и так далее. Ну, то есть, чтобы всего этого, если мы сможем всего этого избежать, то в таком случае славянский мир действительно будет той духовной, что важно, не политической, а духовной опорой России, Россией, которая, естественно, изменит и саму Россию в лучшую сторону. И она действительно возродится, но станет уже не империей, как в царском, в императорском представлении, а это будет, скорее, вот духовная сверхдержава, оплот духовности на планете в целом. Вот примерно как мне это видится. Хорошее видение, такой хороший фантастический рассказ. Замечательно. Но, как мы знаем, в любой фантастике есть доля фантастики. Давай теперь перейдем к последнему нашему разделу, который всегда закономерен в наших передачах. Это пожелания. Но поскольку мы сегодня все-таки говорим не просто с радиослушателями на оба какую тему, а мы вспоминаем Светлану Васильевну Жарникову, то в этом случае наши пожелания давай разделим на две категории. Первая категория будет отнесена к нашему радиослушателю, мы им что-то скажем. А вторая будет отнесена к Светлане Васильевне. То есть мы ей что-либо от себя пожелаем. Вот, пожалуйста, я тебе предоставляю такую возможность сказать что-то нашим радиослушателям и сказать Светлане Васильевне Жарниковой. Радиослушателям радио «Славянский мир» я искренне желаю мудрости, силы света в душе. Искренне желаю достойно пройти все те уроки, все те испытания, которые нужно пройти для развязания всех кармических узлов. Впереди у нас непростое время, но я уверен, что оно будет преодолено. И я искренне желаю света в душе, веры, надежды, любви, безусловно. И осознание того, что те люди, которые уходят, но при этом выполнили свое жизненное предназначение, выполнили свою жизненную программу, что те, кто уходят, что они всегда с нами, что они преобразуются в нечто иное, в нечто большее, чем человек, воплощенный в яви. Осознание этого дает возможность как-то легче отпустить тех, кто был нам дорог, но при этом ушел. Я уверен, что память о Светлане Васильевне Жарниковой естественно будет храниться в славянском мире. И я считаю, что... Я желаю нашим радиослушателям, чтобы каждый в меру своего понимания, в меру своих сил и возможностей по-своему помянул Светлану Васильевну, пожелал ей дальнейшего доброго пути по сворожьему золотому пути, туда дальше, к звездам, к предкам, к богам и к богиням. Что же касается Светланы Васильевны, то я искренне желаю ей найти себя в вечности. Вы знаете, жизнь человека подобна морскому прибою. Волна за волной идет, волна накатывает и оставляет след на песке. Уникальный какой-то неповторимый узор. А потом эта волна уходит назад и сливается с самим морем. И на ее место приходит другая волна, которая корректирует этот след. Уникальный узор. У меня как крымчанин просто близкие образы, связанные с морем. И вот точно та же Светлана Васильевна. Она пришла, оставила свой след и ушла в вечность. И я искренне желаю ей дальнейшей реализации себя, дальнейшего нахождения себя в вечности. Пусть она обретет достойные светлые миры, которые, безусловно, заслуживает. Честь ей, хвала, вечная слава ее деяниям, вечная слава тому, что она не сломилась, не поддалась на все вот эти провокации, то, что она была тверда, то, что она следовала своей путеводной звезде и то, что, несмотря на трудности, не отступилась от своего пути. Это достойно уважения, это достойно восхищения. И это, более того, это назидательный пример всем тем, кто рано или поздно тоже столкнется с выбором о том, следовать ли своей путеводной звезде, несмотря на трудности, которые ждут впереди, или отступиться, или повернуть на какую-то боковую дорожку, которая создаст иллюзию сладкой жизни. Я бы искренне советовал вспомнить среди многих деятелей, которые уже ушли в другие миры, в том числе и Светлану Васильевну Жарникову, которая сделала свой выбор и следовала вперед по исполнению своего, исполняя свое жизненное предназначение, несмотря ни на что. Честь и хвала, и вечная слава. И благодаря за теплые слова от себя я хочу добавить вот что. Человек, который здесь на земле светил людям своими знаниями, тот, который помогал людям найти путь в кромешной тьме того чарамутия, в плохом смысле этого слова, который здесь сделали, он так или иначе после ухода из мира Яве становится звездой. Звездой, воплощенной на небе, где-то в космосе, для того, чтобы уже светить не просто нескольким людям, а светить своей звездной, а может быть даже солнечной системе. Это следующий путь развития. И обратите внимание, через несколько дней, скорее всего, появится новая звезда, и вы поймете, что это как раз звезда, та, которая связана с именем Светланы Васильевны Жарниковой. Я благодарю тебя за теплые слова, за расшифровку некоторых понятий, которые ты сегодня в эфире дал. И прощаюсь с тобой, прощаюсь со всеми нашими радиослушателями. Желаю всем добра. Будьте достойны светлой памяти Светланы Васильевны. А Светлане Васильевне при чистой сваргу. До новых встреч, услышимся. Всего доброго, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова